Здравствуйте, дорогие земляне и инопланетяне! Пристегните ревни безопасности, и мы отправляемся в эзотерические новости для канала ТВ Экстра. С вами писатель-эзотерик Лена Воронова. Продолжаем про четвертое послание Коалиционного отряда наблюдателей. Базы на Луне. Множество фактов указывает на то, что на Луне должны существовать искусственные базы. Вопрос в том, построены ли они пришельцами или же предыдущими цивилизациями Земли. Совместно со Стивом Вингейтом мы проводим планомерное исследование лунной поверхности в местах вероятной дислокации баз. После получения доступа к базе данных проекта Клементина, 1,6 млн фотографий лунной поверхности, нам удалось выявить множество аномалий, вызванных искусственными технологическими факторами, а также создать подробную карту дислокации лунных баз с очень точными координатами. Обратимся к книге «Разумная Вселенная. Инопланетная письменность», написанной в 2005 году. Прежде чем прочитать про Луну, буквально в нескольких словах расскажу содержание о Земле. Земля имеет семь измерений. Седьмое. Самое совершенное. Измерение Создателя. В это измерение уходят души людей после выхода из физического тела. Позже они переходят во второе измерение, ощутив на себе огромную, необыкновенную любовь, в которой стремятся обретя тело в следующем воплощении. Спутник Земли Луна. Луна. Необыкновенный спутник, созданный для регуляции многих процессов на Земле. Приливы и отливы, океанские извержения вулканов, климатические условия в разных регионах, жизненные циклы живых существ. Луна движется вокруг Земли одной стороной. Так было задумано еще в самом начале. Оборотная сторона собирает огромное количество вирусов и космической радиации. В отличие от других более приспособленных разумных существ, людская раса очень хрупкая, и ее нужно особенно хранить. Луна испещрена огромным количеством кратеров. Она еще до появления разумных существ попала в метеоритный дождь. Некоторые кратеры можно назвать рукотворными. Шестому измерению разрешена коррекция климатических процессов. От орбиты Луны начинается седьмое измерение. Продолжаем изучать четвертое послание коалиционного отряда наблюдателей. Другой, не менее известный документ, третье обращение коалиционного объединения наблюдателей к человечеству, сделанное с санкцией коалиции, рассказывает о возможности вступления человечества в космическую коалицию. И избавление от вмешательства паразитических цивилизаций, использующих нашу планету и нас самих в своих собственных потаенных целях. Наша планета на протяжении многих веков была объектом пристального внимания целого ряда цивилизаций, как дружественных, так и враждебных. Четвертое обращение коалиционного отряда наблюдателей. Наша осведомлённость указывает, что новый мировой порядок является развитием сценария написанного цивилизацией с Ориона и известной как «Серые». Цель порядка – будущее включение в империю Ориона. Несмотря на запланированные события, они не являются единственно возможным выбором или альтернативой. Земля имеет особенное значение для галактики и особенно значима из-за содержания воды, а также центрального компьютера, находящегося в глубине планеты. Как пришельцы могут использовать компьютер, находящийся внутри Земли? Что может произойти, если пришельцы получат доступ к компьютеру и смогут вновь его запустить? Какие выгоды им принесёт этот шаг? Наша осведомлённость указывает, что цель состояла в том, чтобы выпускать некоторые вибрации, вид защиты от духовных энергий, преграда духовным знаниям. Этот компьютер генерирует особые частоты, заставляющие человеческое сознание концентрироваться на чувствах постоянно грозящей опасности и конфликтности. Некоторые вибрации способны порождать беспорядки. Эти беспорядки также вызываются и планетами во время их движения, например, Сатурна. Помимо этого, компьютер может использоваться для стимулирования войн и насилия, паранойи, конфликтов. В результате работы компьютера нормой жизни становится жадность, ссоры, тревоги, стрессы. Огромное количество людей восприимчиво к этим частотам. Влияние двух разновибрационных, с различной энергией сторон, условно светлых и тёмных сил, приведёт к тому, что на Земле одновременно будут существовать светлые и тёмные вибрации. Они будут оказывать различное воздействие в разных точках планеты. Другими словами, Земля постепенно начнёт или уже начинает разделяться на два различных измерения. Это происходит из-за взаимного влияния на Землю сил света и сил тьмы. Подобное противостояние сдвигает Землю в новую мерность высших вибраций, в то время как другая часть будет стремиться к низшим вибрациям. Люди не будут понимать сути этих процессов, но будут видеть, что одно становится лучше, другое хуже, в зависимости от того, к каким вибрациям они стремятся. В этом послании есть одна удивительная деталь, которая, по крайней мере, мне сразу бросается в глаза. Ни одна из цивилизаций не может создать планету, галактику или целый мир, целую Вселенную. По этой причине ни одна из цивилизаций не может претендовать на планету под названием Земля. Землёй называем её мы. Для нашего Создателя эта чудесная история очень походит на те игры, которые придуманы для наших детей. Например, игра «Монополия» вышла за пределы игры детской и стала игрой взрослой. Взрослые с удовольствием раскладывают фишки и ведут себя к определённым целям и задачам. А сейчас, пока мы мчимся через Вселенную на новую точку дислокации, есть смысл подумать о наших талантах. Чем больше талантов в данный момент мы откроем, тем больше закроется воинственных рас на нашей планете. Они очень боятся высокой духовности. А высокая духовность приходит только в одном случае – если мы начинаем заниматься творчеством во всех направлениях нашей жизни. И неважно, являетесь вы финансистом, адвокатом, художником, писателем, телевизионщиком, ведущим, режиссёром, бухгалтером или домохозяйкой. Если мы занимаемся творчеством в большом смысле этого слова ежедневно, мы получаем очень много полезных высоких вибраций, которые и необходимы нашей планете для того, чтобы всё больше и больше привлекать Творца на нашу Землю для улучшения того, что у нас сейчас происходит. «Мир вашему дому!» С вами писатель-эзотерик Лена Ворнова. Новости для канала ТВ Экстра. Новости для канала ТВ Экстра.